Это спецпроект интернет-журнала «Новая Европа». Лекция о открытом европейском пространстве. Два года уже существует наш проект. Я вот все думала, соберем ли мы в это теплое время людей. Но судя по анкетам, которые, я надеюсь, вы также заполните сегодня, что проблема высшего образования интересует посетителей наших лекций. И каждый раз мы находим упоминания об этом. И поэтому мы очень рады, что сегодня в гостях у нас Демидий Миронов из Сталина, из Liberal Arts College Сталинского университета. Мы хотели бы обсудить, в том числе, проект Liberal Arts, что это такое. И хочу сказать, что вообще эти проекты Liberal Arts College на постсоветском пространстве не такая уж частая вещь. В Смольном институте, в Санкт-Петербурге, в Каунасе есть Liberal Arts College, ну вот и Екатерининский колледж в Таллине. Но кроме Liberal Arts мы хотели бы и немного более общей темой обсудить трансформацию образования на постсоветском пространстве, трансформацию вот этих самых советских образцов, наверное, от которых в Беларуси мы страдаем. Да, страдаем в связи с качеством образования, с одной стороны, с другой стороны, в связи с академическими свободами. Да, об этом сейчас молодежь как-то эти проблемы стала обсуждать, к счастью. Третий вопрос, наверное, который тоже часто обсуждается, это проблемы интернационализации высшего образования в Беларуси. Вот, и нам, конечно, очень интересно, как эти проблемы обсуждаются и как высшее образование меняется, да, за пределами Беларуси. Позитивный опыт, который мог бы помочь и нам. Я не знаю, звучал ли до сих пор эстонский язык здесь, в этом кафе, как вы видели, фильм был немой, да, под музыку. Бу-ку из китайцев это аншлаг. Так вот, спасибо вам большое за аншлаг, потому что собрать людей в такую замечательную погоду, наверное, это в любой стране может представлять за определенные сложности. Тема заявлена, ее озвучила Ольга, она в данный момент представлена на слайде, и я, наверное, прокомментирую два момента. Во-первых, по поводу названия колледж, да, даже не столько екатерининский, это отсылка к той части истории, которая у Эстонии и России общая, времена Петра I, он назван в честь Екатерины I, не II, и не Святой Екатерины. Так вот, колледж это, но в эстонском контексте, это учреждение именно высшего образования, да. Мы работаем в рамках Таллинского университета, и разница между институтами и факультетами, университетами и колледжами такова, что колледжи не занимаются научной деятельностью, и там нет уровня докторантуры. Вот и все. В остальном мы полноправные члены вот этого самого уровня высшего образования, это не среднее профессиональное, не среднее специальное, как иногда, например, россияне воспринимают название колледж, это именно высшее образование. Ну и по поводу Таллинского университета, я сегодня буду говорить об этом более подробно во время презентации, я назову лекцию все-таки презентацией, да, она как-то так более договорима, я думаю, для умов собравшихся. Вот тот ролик, который мы видели, это, собственно говоря, дело рук именно студентов Таллинского университета, туда входит Балтийская школа кинематографии и электронных СМИ, и вот все, что вы видели, да, это было снято студентами о своем собственном университете. Во время съемок никто из студентов не пострадал. Так что считайте, что вот первое такое визуальное знакомство с нашим университетом состоялось. Но, как опять же уже сказала Ольга в замечательной подводке, вначале поговорим в более широком аспекте о том, что высшее образование в Эстонии в данный момент из себя представляет. Можно следующий слайд. Университеты нашей страны, их насчитывается в общей сложности семь, делать скидку на наши размеры это немного, но для нас достаточно. Учатся в них около 70 тысяч студентов, раскидано количество это по университетам неравномерно, мы сейчас об этом тоже будем говорить. С цифркой семь на самом деле делится на шесть плюс один. Что такое шесть? Это общественно-правовые университеты. У нас так называются государственные вузы, и этим названием подчеркивается их автономность. Государство, оно не имеет права вмешиваться в их дела. Существует, естественно, закон о высшем образовании, закон о университетах. В университетах есть стандарт высшего образования, но так или иначе автономность у университетов достаточно высокая, поэтому они называются именно общественно-правовыми. И один частный вуз на данный момент, имеющий статус университета, в Эстонии также действует. Вот отсюда цифра 7. Почему я отдельно вывожу 150 программ на английском языке, более 2000 иностранцев, опять же, теперь ссылаясь на Ольгу, я буду вас использовать до конца занятия. Интернационализация для нас очень важна. И поэтому вот то количество, которое сейчас представлено на слайде, это то, чего мы достигли на данный момент, оно, естественно, не конечное. Мы стараемся количество программ на английском языке всячески увеличивать. Более того, вот программы либерального образования, о которых сегодня тоже пойдет речь, это тоже отсылка к интернационализации, потому что работают они как на эстонском и русском для местного рынка, так и уже три года на английском языке и приезжают к нам учиться из разных стран мира. И в общей сложности более 2000 студентов на все вузы именно из-за рубежа в Эстонии на данный момент. Тартусский университет. Это самый старый, самый большой, наверное, на постсоветском пространстве, самый известный вуз нашей страны. Середина 17 века, во время его основания, на данный момент 17 тысяч студентов. Тот вуз, который может похвастаться позициями в различных международных рейтингах. Вот когда к нам стучат, звонят, пишут абитуриенты из-за рубежа и спрашивают, а какие у ваших вузов рейтинги в международных вот этих вот таблицах, то, конечно, в первую очередь стоит говорить о Тартусском университете, потому что он есть и в одном из самых известных рейтингов QS. Он входит в 1% самых цитированных университетов мира в семьях властях знания. И агентство Интерфакс, которое в прошлом году обнародовало свой собственный рейтинг с вузов стран СНГ и Балтии, там он находится на 9 месте. То есть входит в первую 10. Второй вуз нашей страны, Таллиннский технический университет, 13,5 тысяч студентов. Кампус, чем они гордятся, их кампус в прошлом году вошел в число лучших в мире. 200 кампусов вузов мира были оценены. И вот Таллиннский технический университет получил достаточно высокую оценку. Он входит в число первых 100, если я не ошибаюсь. Следующий слайд можно. Таллиннский университет, мой родной вуз, я в нем учился, я в нем работаю, находится по количеству студентов на третьем месте. И вот на слайд там эта информация не поместилась, но в кулуарах мы это уже обсуждали. Такие проекты, как летние школы в Эстонии очень популярны, они самые демократичные, туда проще всего приехать, там нет ограничений по приему, там в зависимости от возраста или наличия и отсутствия статуса студента. Вот Таллиннский университет гордится по праву своей летней школы, потому что открыли они ее, ну, уже с десяток лет назад. Она самая большая и самая известная в Прибалтике. И дальше идут специализированные вузы по названиям даже. Посмотрите, да, там есть цифры на слайде и есть наименование вузов. Понятно, чем они занимаются. Это уже Академия или же Эстонская школа бизнеса. Тут единственный частный вуз, о котором я уже говорил, в которых развивается такой не универсальный, да, все возможные направления, а конкретные сферы знания. Можно дальше. Теперь к трансформации. Раз уж была заявлена такая тема, то давайте мы с вами постепенно будем переходить к ней, но опять же потихоньку. Почему? Потому что высшее образование, как вот следующая ступенечка, естественно, предваряет ее, эту ступеньку, среднее образование. Те реформы, которые проходят на уровне среднего образования, так или иначе влияют на абитуриентов, на то, кто к нам в конечном итоге приходит учиться. Поэтому на следующий слайд я вывел три самые известные реформы среднего образования, которые в конечном итоге затронули и вузы. В первую очередь это то, что Эстония еще в 90-е годы перешла на 12-летнюю систему обучения в средней школе. То есть на один год ребята задерживаются больше, чем это было на момент развала Советского Союза, проводят 12 лет там и уже после этого поступают в университет. Вторая реформа, которая прошла уже тоже достаточно давно, это 1997 год введения системы государственных экзаменов. Тех самых, которые в конечном итоге, я знаю, были введены в Россию, в Белоруссии есть, тоже государственные экзамены, которые в обязательном порядке сдают выпускники школы. Раньше были, да? Есть что-то подобное. Ну вот Эстония на эту систему перешла довольно быстро, хотя сейчас могу опять, забегая вперед, сказать, что вузы не совсем ее довольны. И вот в этом году в нашем университете в Таллинском было принято решение вернуться к системе вступительных экзаменов. Почему, об этом я скажу несколько позже. И 2011 год это переломный для системы среднего образования Эстонии момент, потому что у нас еще в конце 90-х было принято решение, которое было прописано в законе о средней школе, о гимназиях, что в русскоязычных школах, а они существуют, треть населения нашей страны говорит на русском языке как на родном, и я его представитель этой части населения. Так вот в русских школах с 2011 года должна была быть, она в принципе была внедрена, система, согласно которой 60% предметов в гимназической ступени, что такое гимназия, это вот 3 года, да, 9 лет основная школа называется, последние 3, 10-11 класс, 12 класс называется гимназия. Так вот в этой самой гимназии 60% предметов должны преподаваться на эстонском языке. Школы очень долго готовили к этой реформе, потому что это предполагает владение этим языком, государственным языком нашей страны, как педагогами, да, так и учениками. И не все прошло, естественно, гладко, это очень больной момент для нашего общества на данный момент. Постоянно возникают дискуссии о правомерности, правомочности этой реформы. Есть несогласные, есть даже специальные общественные объединения, которые защищают русскоязычную школу, как им кажется, от несправедливой реформы. Но так или иначе, вот 3 года назад это произошло, и где-то с большим, где-то с меньшим успехом, но все-таки притворяется в жизнь. Следующий слайд. Ну а теперь давайте уже совсем к нашей теме реформы высшего образования. Обозначенный период, естественно, от развала Советского Союза, когда мы начали жить отдельно, до нынешнего момента. 23 года уже прошло. В 1995 году был принят закон об университетах, более или менее в той редакции, в которой он с некоторыми поправками, но действует до сих пор, в котором были установлены 3 уровня, известные теперь уже везде, уровни образования, я имею в виду бакалавр, магистр и доктор. То есть мы перешли от старой советской системы специалиста и кандидата и доктора на общеевропейскую. В 1999 году, после подписания Эстонии Балонской декларации, был начат переход на эту систему, был отведен определенный промежуток времени для этого. И в 2002 году, вот эта самая система, известная как 3 плюс 2, в Эстонии 3 года длится обучение на университетах, и 2 года магистратуры, она была внедрена во всех вузах нашей страны. После этого достаточно большое время, 11 лет, реформ, как таковых, таких глобальных, которые затрагивали бы все вузы сразу, не происходило. Однако в прошлом году произошло очень знаменательное для нас событие. Как вы видите на слайде, год назад все высшее образование на эстонском языке было переведено на бесплатную основу. Что это означает? Это означает, что если раньше у нас были как платные, так и бесплатные студенты, понятно, бесплатники, бюджетники, назовите их как угодно, учатся за счет госбюджета, тех средств, которые выделяются им, университетом, ну а платники покрывают стоимость обучения самостоятельно. Так вот, с прошлого года все программы, которые предназначены для местных студентов, назовем их условно на эстонском языке, потому что эстонский не такой распространенный язык, и понятно, что речь идет о подавляющем большинстве, которые учатся на нем именно из самой Эстонии. Все эти программы стали бесплатными. То есть у университетов больше нет права принимать на эти программы платных студентов. Это, с одной стороны, и хорошо, это, с другой стороны, и плохо. Чем это хорошо? Тем, что... Почему это вообще было сделано? Старая страна, эстония, пыталась и пытается сделать так, чтобы ребята, молодежь не уезжали из страны. Для нас это проблема, потому что Европейский Союз это достаточно открытое пространство, любой желающий при владении, ну, хотя бы английским языком, может уехать учиться куда угодно, в принципе. И вот для того, чтобы этого не происходило, было принято решение сделать нашу программу бесплатной, чтобы у ребят была возможность начать обучение у нас, продолжить, закончить, ну, и тем самым, может быть, обеспечить свое будущее прямо в стране. Почему это плохо? Потому что университеты потеряли часть своего дохода. Безусловно, это так, хотя, естественно, Министерство образования и науки, государство вообще в целом, нам это определенным образом компенсирует, но все-таки вот даже на основе своего колледжа могу сказать, что у нас определенное падение от объема бюджета произошло именно за счет того, что студентов на платной основе стало меньше. Но, наверное, для молодежи это все-таки положительный факт. Что касается зарубежных англоязычных программ, тех, которые, наверное, нацелены на международный рынок, то здесь ситуация прямо противоположная. Там нет бесплатных студентов, там, наоборот, только платная основа. Но зато у тех, кто учится платно, на всех программах есть возможность получения стипендий. Количество разное, об этом можно говорить отдельно, но так или иначе, вот как такой посыл для того, чтобы подумать, стоит ли обучаться в Эстонии в конкретном вузе, очень даже неплохо, потому что, если есть потенциальная возможность получить стипендию, естественно, это надо пробовать делать. Следующий слайд. Были и менее глобальные изменения, которые связаны с тем, что ровно 10 лет назад, в 2004 году, Эстония вошла в состав Европейского союза. Это, с одной стороны, большая честь, с другой стороны, большая ответственность, потому что мы теперь обязаны следовать всевозможным требованиям, стандартам и прочим директивам, как угодно только они и называются, которые связаны со сферой высшего образования. Ну вот на слайде приведены самые-таки простые изменения, которые известны каждому, кто у нас связан со сферой высшего образования. Мы перешли, например, на буквенную систему оценивания. В школах осталась старая пятибальная шкала, цифровая, а вот в университетах у нас оценивают буквами A, excellent, самый высокий балл, и F, это fail, то есть вы не прошли курс, вам необходимо его продать. Переход на европейские кредиты. Это зачетная единица, по-другому. Он был осуществлен 5 лет назад, до этого в Эстонии была собственная система этих кредитов, но поскольку мы, опять же, члены единого европейского образовательного пространства, это была насущная необходимость. Студенты ездят по той же самой программе Erasmus, известной, я думаю, далеко за пределами Европы, хотя касается в первую очередь ее, и перезачитывать предметы гораздо проще на общих основаниях. Следующий пункт, это обязательная практика. На уровне магистратуры она была всегда обязательной, а вот на уровне бакалавриата она стала обязательной несколько лет назад. Все программы, даже в виде элективного, факультативного курса, но практику имеют. Перечни тех предметов, которые студентам даются для возможности прохождения. Следование стандартам Европейского Союза вынудило, я бы сказал, это сделать, потому что бакалавриат сейчас трехлетний, и по большому счету к выходу на рынок труда, честно говоря, не особо готовит. Готовит скорее к поступлению дальше в магистратуру, но все-таки посчитали необходимым те знания, которые получают студенты уже на уровне бакалавриата снабжать возможностью прохождения практики, хотя, как я уже оговорился, она не обязательная, но при желании студенты имеют возможность ее выбрать. И, наконец, унификация выдаваемых документов и системы отслеживания качества в высшем образовании, опять же, дань этой самой европейской, более человечной, но все-таки бюрократической машине, потому что документы и дипломы, и приложения к ним, мы их называем академическими справками, они все сейчас выглядят внутри Европейского Союза одинаково, их легко сравнивать при поступлении в другой ВУЗ, их легко сравнивать нам, если к нам поступают из другого университета Европы, поэтому, в принципе, я думаю, что это явление положительное. Что касается отслеживания качества, в Эстонии есть национальное аккредитационное агентство, которое называется Агентство качества высшего образования, которое, собственно, и устраивает вот эти вот самые аккредитации, они у нас, естественно, носят международный характер и, ну, соответствуют всем тем требованиям, которые, опять же, Европа заявляет. Информационные технологии. Ну, это вот к вопросу о том, что живем мы все в 21 веке. Эстония максимально интернетизированная страна. Если внимательно смотрели клип, могли там увидеть девушки на берегу моря, на променаде, сидят онлайн и чего-то там пишут, да, будем считать, что зачетную работу. Это, на самом деле, реальность, а не какая-то вот постановочная сцена, потому что страна маленькая, Wi-Fi полностью покрытый, вот последний пункт, всегда всеместный Wi-Fi. Естественно, все кампусы университетов обладают дядь темно, и даже если вы, предположим, вышли в город и где-то вот там на берегу моря задержались, чтобы написать какую-то работу, это тоже все вполне возможно. По большому счету, я уже не помню, когда я последний раз видел заявление студента на бумаге. У нас давно нету зачетных книжек на бумаге, у нас давно документооборот в университетах в частности и в государстве в целом именно электронный. У каждого студента есть специальная ID-карточка с чипом, она карточка вставляется в считывающее устройство, и в принципе все те документы, заявления, которые ему необходимо подать, они подаются онлайн, и идентификация ведется именно через эту самую карточку. Точно так же и поступление осуществлено. Там вот приведено две аббревиатуры. САЙС – это система для поступления студентов внутри страны, и DreamApply – международный бренд, в котором Эстония участвует для поступления, подачи заявок из-за рубежа. Вот опять же, до момента, в принципе, до этого года, до момента, когда начинается учебный год, до 1 сентября, мы своих студентов по большому счету уже лет 7-8 и не видели. Знакомимся с ними только в начале учебного года. Но вот сейчас, наверное, из-за того, что система вступительных экзаменов возвращается, будем знакомиться с ними раньше. Кстати, почему возвращается, я обещал сказать, из-за того, что обучение стало бесплатным, потому что желающих количество возросло, количество места, естественно, ограничено, и вот для того, чтобы отбор был более, ну, таким, четким, было принято решение вот у нас в университете вернуться к системе вступительных экзаменов, чтобы действительно выбрать лучших из лучших. К сожалению, госэкзамены нам такой возможности не дают. А видеоинтервью через скайп. Ну, вот как часть, скажем, вступительного экзамена может, кроме мотивационного письма, потребоваться собеседование с приемной комиссией. Для этого совсем не обязательно приезжать в Эстонию, можно воспользоваться, кстати, изобретенной в Эстонии, если кто-то еще не знал, с родины программы скайп, это Эстонская республика. Причем даже не Таллина, город Тарту, там у нас информатики наши айтишники его изобрели, а потом он уже пошел по остальному миру гулять. И вот по этой самой системе скайп, которая известна, я думаю, многим, можно провести видеоинтервью с приемной комиссией. Про электронный документ оборот сказал, учебно-информационные системы, но они по-разному называются в разных вузах, я думаю, что и в Беларуси они, безусловно, тоже есть. Это те системы, где накапливаются электронные материалы по конкретным предметам, где выполняются задания в электронной среде и где преподаватель имеет возможность дать студентам обратную связь. Дальше. Результаты реформ. Уже столько много о них говорили. К чему же они, собственно говоря, привели? Во-первых, уменьшилось количество университетов. Их было не 7, их было все-таки больше. Они не общественно-правовых, а я имею в виду частных. В конечном итоге они либо слились с более крупными университетами, либо просто перестали существовать. Самым известным и самым большим проектом по слиянию был на самом деле мой родной Таллиннский университет, потому что основан он был на основе нескольких более мелких вузов и бывших научно-исследовательских институтов Академии наук Эстонии. Произошло это всего лишь 9 лет назад. В следующем году, в 2015-м, будет десятилетие первых больших юбилей отмечать. До этого вузы были меньше и разрозненно существовали. Следующий пункт. Это расширение полномочий вузов в рамках закона об университетах и стандартах высшего образования. Я уже говорил, что мы достаточно автономны. В принципе, если брать Министерство образования и науки, как вот ту часть государственного аппарата, который отвечает за высшее образование, они нам по большому счету ну минимум могут предписывать и в среднее так это требовать. Большая часть все-таки отведена на откуп вузам и это очень, я считаю, хорошо, потому что у нас остаются вот такие достаточно широкие ворота для игры и это позволяет нам вот в том числе открывать такие программы, о которых в скором времени пойдет речь. Мы совсем-совсем близко к либераларце. Включение в международный контекст это то, о чем я говорила, поскольку унифицированных систем внутри Европейского Союза очень легко перемещаться из университета в университет. Ну и, наконец, вот то, к чему совсем все подводилось, появление широкопрофильных междисциплинарных программ, модульное, так называемое модульное обучение, вот известное в остальном мире под брендом LiberLarts, в Эстонии, естественно, тоже он известен. Вот эти самые широкие ворота, про которые я говорил, ненавязывание университетам такого бюрократического аспекта дало возможность такие программы открыть. История Екатерининского колледжа. Это тот самый колледж, которым я руковожу, это тот самый колледж, который был заявлен как вот колледж LiberLarts, единственный колледж LiberLarts в Эстонии. Вообще, идея его создания возникла в 2007 году в уме тогдашнего ректора нашего университета, Рейна Рауда, это очень известный в истории культуры Эстонии человек. Он полиглот, он писатель, он философ, он переводчик, его знают практически все. Университету очень повезло, что именно он возглавлял университет от 2007 по 2012 или 2011, по-моему, годы. Один из его проектов, это был проект по созданию колледжа либерального образования, и он был реализован в течение года, 11 февраля 2008 года, это официальный день рождения Екатерининского колледжа. Осенью того же года были запущены первые программы по двум направлениям, это социальные и гуманитарные. Сразу скажу, что деление, это вот все-таки дань уважения бюрократии, потому что наше министерство образования, хотя и не противилось созданию таких программ, но сказало сразу, что в регистре проучебных программ у нас вот есть деление на конкретные направления, и если социальные и гуманитарные будут вместе, то мы просто не сможем его каким-то образом классифицировать. И нас попросили чисто технически поделить либеральная вот эта вот часть все-таки на две такие подчасти, одну гуманитарную и одну социальную. То есть студенты все-таки выбирают одно из двух, но предметы перекликаются, пересекаются, и есть возможность брать предметы из параллельной части тоже. То, что мы открыли этот колледж, это была еще и отсылка к начавшемуся тогда процессу интернационализации. Они шли параллельно. Вот опять смотрите на следующем слайде и 2007 год, и 2008. В 2007 году было подписано общее соглашение об интернационализации университетов. Подписали все шесть общественно-правовых вузов, все шесть были заинтересованы в том, чтобы принять меры по увеличению количества зарубежных студентов. И вот в 2008 году был создан единый бренд под названием Stadia in Estonia. Он представляет наше высшее образование за рубежом. У меня даже, не знаю, куда девшаяся моя сумка, она вот с таким же красивым брендом. Потом, когда она найдется, здесь в конечном итоге, мы его с вами посмотрим, кому будет интересно. То есть колледж в этом смысле был основан... Да, вот, спасибо. Спасибо, чтобы не быть голословным. Вот тот самый бренд Stadia in Estonia. С ними, с такими сумками ездим по миру и встречаемся с дорогими коллегами. Колледж в этом смысле был основан в очень правильное время, потому что первые программы, которые мы создали, они были предназначены для местного рынка, они работали и работают на двух языках, эстонском и русском. Но уже тогда было принято решение о том, что на уровне бакалавриата программы Liberal Arts на английском языке тоже должны работать. Поэтому вот Таллиннский университет, несмотря на то, что вот по третий пункт здесь основные направления это программы магистратуры и докторантуры, да, Таллиннский университет, можно следующий слайд, решил для себя, что бакалавриат будет в дополнение к магистратским и докторантским программам, потому что остальные университеты делали упор именно на вторую и третью ступень высшего образования. А нам было принято решение на уровне бакалавриата создать вот эти широкопрофильные программы на английском языке, в том числе, которые позволят потом выбирать достаточно большое, между достаточно большим количеством магистратур. Был еще такой инкубатор англоязычных программ, замечательный проект, университет специально выделил деньги всем желающим открыть новые направления обучения, вот либеральная система, она в этом смысле тоже получила такую финансовую подпитку, и мы университету за это очень и очень благодарны до сих пор. И поэтому Екатерининский колледж в конечном итоге стал такой опытной площадкой для реализации широкопрофильных программ бакалавриата, как я уже сказал, по двум направлениям, гуманитарного и социального. Дальше. Англоязычные программы LiberLarts. Итак, колледж мы открываем в восьмом году, но мы начинаем двигаться дальше, и первые переговоры о создании англоязычных программ были проведены в 2009 году. В 2010 году были зарегистрированы два, опять же, направления LiberLarts, социальные и гуманитарные на министерском уровне, и осень 2010-го, весна 2011-го, это был самый активный период маркетинга, нами был создан отдельный сайт для этой программы, то есть он даже не существовал как подсайт университета, это была отдельная страница с подстраницами, где давалась полностью информация о ней. Он до сих пор работает, но сейчас уже, может быть, не так часто к нему обращаются, потому что он был именно на время запуска программы очень необходим. И в 2011 году состоялся первый набор. Кто запомнил, что у нас в бакалавриате трехлетнее обучение, может сказать, что в этом году, видимо, у нас должен был быть, и он был первый выпуск, да, вот буквально неделю назад прошли уже теперь все защиты, и на следующей неделе состоятся выпускные. Мы выпускаем первых студентов по программе LiberLarts, то есть мы можем сказать, действительно, теперь уже сейчас, что это реально, учиться на ней, пройти ее и закончить номинальный срок. Выпустились, конечно, не все, как всегда, по пути были потери, но те, кто дошли до финальной черты, среди них даже один студент, который получит, как раньше говорили, красный диплом, сейчас говорят кум-лауды по латыни с отличием, они это сделали, и это здорово. Почему LiberLarts? Если вот такой затрагивать момент рекламы, чем же она, эта система так хороша, почему мы в ее сторону подумали, и почему оказалось, что программа жизнеспособна, представляет интерес и вызывает отклик не только внутри истории. Во-первых, сама модульная система очень интересна и продуктивна. Почему? Потому что программа состоит из отдельных блоков, и ее структура такова, что в течение первого года студенты учатся все вместе, проходят общие вводные предметы, изучают иностранные языки, изучают все, что им необходимо для получения вот этой вот широкой гуманитарной или социальной базы, а со второго года обучения, второй и третий год, учеба идет уже в отдельных выбранных модулях, и вот эти комбинации модулей, они в этом плане оказываются очень уникальными, потому что мы не навязываем вам выбор, у вас есть право выбрать один, то, что называется Major, обязательный модуль, главный модуль, и один Minor, то, что считается дополнителем, вторым модулем, но количество Minor не ограничено, то есть вы можете дополнительно выбирать еще, еще и еще, если время вам и силы позволяет. Комбинации получаются очень разные, вот в этом году мы выпускаем наших первых студентов, и вот вчера мы с коллегами перед моим отъездом просматривали их приложение к диплому, где перечислены пройденные предметы, пройденные модули, ни один из них не повторим. Это штучный товар, тот товар, который в принципе соответствует принципам экономики знаний, да, вот если мы во времена индустриальной экономики штамповали, кого там, не знаю, инженеров, филологов, учителей, да, по 500 человек прием, крупный вуз шел, там, ну не 500, но все-таки несколько сотен выпускались, то сейчас во времена экономики знаний мы можем говорить о том, что человек будет конкурентоспособен на рынке труда в случае, если у него есть, ну вот, если просто на бумаге даже, да, ввести разговор, есть, что показать работодателю, вот у меня такое, а вот у другого конкурента, да, кандидата, на это место такого нет. Так что вот те люди, которые получили свои дипломы, точнее, получат на следующей неделе по программе LiberLarts, ни один из них, их, конечно, пока не так много, но с годами все-таки программа будет работать, развиваться и будет становиться больше, вот ни один из них по комбинации модулей не повторяет кого-то еще, то есть они на рынке труда в этом плане уникальны, это, конечно, плюс этой программы. Второе, отдельные модули и предметы предлагаются для краткосрочных, и как краткосрочные курсы для студентов программы Erasmus. Опять отсылка к интернационализации обучения. Смотрите, все на английском языке, да, он уже общий, мне кажется, для всего мира, Европы в частности. Студенты по программе Erasmus приезжают в Эстонию достаточно активно, мы популярные сейчас направления, особенно из Западной Европы, они там друг к другу уже поездили по молодости лет, да, скучно из Италии в Испанию или во Францию перемещаться. Интереснее поехать куда-то вот поэкзотичнее, поэкзотичнее, но все-таки вот в пределах Евросоюза, да, что не совсем экзотично. Тут-то Эстония им и подворачивается под руку, они к нам активно едут и вот в ту группу студентов LiberLarts, которая изучает конкретный модуль, можно всегда добавить студентов, приезжающих к нам по программе Erasmus, и группа будет поинтереснее, и им самим повеселее, ну и, собственно говоря, вот такой синергетический эффект появляется, да, в конечном итоге от обучения студентов из разных стран в месте. И удобство реализации в сотрудничестве с другими вузами я имею в виду то, что, опять же, программа международная, это значит, что, во-первых, часть предметов всегда можно пригласить гостевого преподавателя, он прочтет их у нас в колледже, часть предметов может быть пройдена студентами, уезжающими наоборот от нас в другие страны Европы на семестр или два, пройдена в другом вузе, да, и более того, там будет по этому поводу тоже в какой-то момент слайд, мы рассматриваем даже такой вариант, чтобы студенты проходили целые модули за рубежом, то есть включить, например, какой-то конкретный модуль в программу, существующий в другом вузе, и предлагать его сразу на базе того вуза, то есть студент, поступая на программу, будет знать, что вот это он может пройти только в университете города Копенгаген, да, и для этого ему придется поехать туда, но с нашей стороны это было бы честно, а для него, мне кажется, это было бы достаточно заманчиво. Дальше. Ну, чтобы вот вы представляли себе о чем, чем мы оперируем, да, вообще о каких направлениях мы говорим, здесь перечислены те, которые относятся к гуманитарной сфере, их пять, и как вы видите, там везде стоит сочинительный союз И, это значит, что модуль на самом деле состоит еще из двух подмодулей, и комбинация начинается уже внутри даже вот этого направления, да, которое называется либо мейджор, либо майнер, а когда вы к этому добавляете еще что-то, да, помимо вот основного, того, что уже внутри названия скомбинировано, тут возникают вот эти вот самые уникальные сочетания, о которых я уже говорил. И на следующем слайде приведены комбинации социального направления, их там, по-моему, на один, да, на один вариант больше. Тоже можете пробежать глазами. Ну, что-то дань моде, потому что понятно, что коммуникация, пиар, наверное, будет самым популярным модуль с того, что здесь приведено. Хотя вот второй, электронные СМИ, управление информацией, ничуть не менее популярны. Международные отношения не очень популярны. Что-то, ну, вот может быть организация свободного времени, recreation management по-английски называется, так я перевел на русский язык. Может быть, там вот рекламы надо проводить больше, то есть модули по своей популярности на самом деле не разные, и это, наверное, уже будет скоро. Ага, скоро, но еще не совсем. Скоро приведено тоже на слайде. На этом слайде, прежде чем будем говорить о таких проблемных местах, потому что сейчас вроде как гладко стелит, а потом окажется, что жестко спать. Ну, вот пока гладко стелю. Студенты ценят. Что они ценят? Во-первых, это широкий выбор специализации. Об этом уже сказали, едем дальше. Уникальные комбинации модулей. Об этом уже сказал, едем дальше. Право на выбор варианта окончания. Два варианта окончания. Вы можете писать бакалаврскую работу и защищать ее. Такой более классический вариант, менее классический вариант. Есть так называемый бакалаврский экзамен. Если вы по какой-то причине не смогли найти для своей темы научного руководителя, а это бывает проблемой, это тоже будет дальше, у вас есть возможность все равно закончить университет, сдав экзамен по тому модулю, такой комплексный экзамен, который вы проходили. Неограниченное число так называемых свободных предметов. Таллиннский университет внутри Эстонии известен тем, что у нас самые максимальные академические свободы. Мы минимум навязываем и не то, что минимум требуем, но у нас есть возможность студентам, у студентов есть возможность пройти предметы элективные, факультативные в неограниченном объеме. То есть, любой другой университет говорит, вот тебе там на 50 кредитов свободных предметов, что хочешь, что и делай, но с 51 кредита будем брать дополнительную планку. Таллиннский университет до сих пор пока еще справляется с этим финансово. Этого верхней планки не устанавливают. То есть, если вы в состоянии учиться с утра до вечера, пожалуйста, пользуйтесь этой замечательной возможностью, не каждому оно дано. Берите себе сколько хотите, но единственная просьба задавайте. Вот это вот с нашей стороны все-таки обязательное требование. Но все, что касается выбора этих предметов, остается студентам. И еще один момент. Небольшое число студентов в группе, коллегиальные отношения, возможность ведения диалога. Это обязательная составляющая обучения по программе Либер Ларц, потому что мы говорили уже, штучный товар, так все замечательно и здорово, а как вот этот штучный товар в течение трех лет формировать, из чего и как лепить, да? И тут возникает вопрос о том, что высшее образование в целом в мире переживает вот такой вот кризис, из-за того, о чем я уже говорил, переход индустриальной экономики в экономику знаний, а университеты все-таки, образование в целом очень такая консервативная сфера, и не все поспевают, особенно большие вузы не поспевают за требованиями времени, ну вот, а это все-то необходимо, вот эти вот маленькие группы, вы по-другому, по большому счету, ничего из ребят не слепите, если вы будете, обзовете колледж Либер Ларц, но у вас по-прежнему будут идти поточные лекции, то, наверное, от этого толку особого не будет. У нас система такова, что на первом курсе они все равно общие, действительно поточные, вот грешен, да, мы тут ничего не сделаем, потому что общие водные предметы, классические, типа, ведения в философию, они, конечно, семинары ведутся по группам, да, но есть там лекционная составляющая, она все-таки читается всем сразу, ну, в трех потоках, эстонский, русский, английский, в этом плане мы делим. Вот, но как только начинается модульное обучение, со второго года, все-таки группы имеют, ну, я бы сказал, разумный размер, да, я не скажу, что мы там прямо с каждым работаем индивидуально, это было бы неправдой, но все-таки мы предполагаем и приветствуем, что выбирает предмет, ну, в районе, скажем, 10-12 человек, и с этим количеством все-таки преподаватель в состоянии общаться так, что он знает людей по именам, в состоянии каждому дать то индивидуальное задание, которое, может быть, интересует конкретно его. Ну, это все вот так вот здорово, а теперь следующий слайд уже будет не здорово, да, это про жестко спать, проблемные места тоже есть, и на них, конечно, стоит обращать внимание в случае, если про эту систему задумываться. О чем я? Первое, это неоднородная наполняемость модулей, я уже про это проговорился, есть более популярные модули, есть менее популярные модули, и с этим, ну, ничего не поделаешь, да, мы не имеем права навязывать студентам свое мнение, мы можем пытаться разрекламировать, привести, предположим, руководителя этого модуля к ребятам и сказать, а вот давайте вам сейчас расскажут про такое замечательное направление, организация свободного времени, может быть, да, это даст два дополнительных голоса в пользу этого модула, но в остальном все-таки решение принимают сами студенты. Второй проблемный момент – это различие некоторых требований по институтам. Что я имею в виду? Программа модульная, и особенность Екатерининского колледжа в рамках Таллинского университета в том, что у нас нет, как это ни странно, ни одного собственного преподавателя. Мы – это администрирующее подразделение, которое набирает студентов, организует учебный процесс. Все преподаватели, они числятся на ставках на других факультетах, или, правильно сказать, других институтах, потому что Таллинский университет, он состоит из институтов и колледжей, там от факультетов ушли, и они читают для нашего колледжа по заказу конкретные предметы. Требования могут, они вроде как единые для университета, прописаны в нашем распорядке организации учебного процесса. Все понимают прекрасно, что организация большая, 10 тысяч студентов, тысяча преподавателей и прочих сотрудников. И, конечно, бывает разница в подходе, поэтому периодически возникают такие вот жалобные просьбы, или крики, помощи, наверное, будет слишком громко сказано, но все-таки такие вот несостыковки, когда студенты же между собой общаются, они же видят, что в одном модуле, например, там вот по похожему предмету, например, вот оценивание было организовано одним образом, а вот в этом модуле предмет, ну, примерно по такого же содержания, иным образом, да. Этот вопрос, как вы понимаете, они зададут нам, да, ну, вот я и мои коллеги, мы должны отвечать на это. Что наша, в чем наша функция? Мы должны связаться с тем и с другим подразделением, выслушать их, да, быть таким третейским судьей, чтобы каким-то образом эту проблему решить. Но для нас это вот все-таки такой щепетильный момент. Накладки в расписании. Это самое сложное, и этого до сих пор нам не удалось никак избежать. Здорово и классно. Индивидуальные комбинации. Но эти индивидуальные комбинации выражаются в том, что у вас, например, в четырех модулях одновременно, в одно и то же время, четыре разных предмета, да, и вы не в состоянии просчитать, вот сколько у кого, у каких студентов были выбраны вот именно эти, 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 эти модули, да, для того, чтобы эти предметы не накладывались. Не знаю, может быть, когда-нибудь вот будет настолько совершенную же систему, вот это электронное составление расписания, оно у нас, конечно, уже не в табличке, да, мы вводим это все в электронную базу данных, но на данный момент все-таки этого избежать не удается. Но это вот опять же вопрос о том, что чем-то приходится платить за эти индивидуальные комбинации. Поиск научных руководителей. Тоже уже говорил, бывает проблемой, потому что преподаватели из других институтов, у них есть свои собственные студенты, да, и поэтому, когда студент колледжа приходит и говорит, а я вот слушал вашу лекцию, я тоже хотел бы писать работу по этой теме, может случиться такое, что к этому моменту все места у этого преподавателя для написания дипломной, бакалаврской работы будут заняты. Ну, как вы знаете, теперь уже люди ученые, грамотные, есть выпускной экзамен, как вариант такой запасной, студенты не очень его любят, они считают, что все-таки солидно закончить защитившись, и это, наверное, правильно, но как вот такой второй вариант развития событий, он тоже возможен. И академические свободы предполагают более высокую степень ответственности. Это то, о чем мы неустанно повторяем, как попугайчики, каждый год в конце августа, когда первый раз встречаемся с нашими первокурсниками. Они приходят, я тут даже, наверное, говорю больше про местных студентов, чем про иностранцев, потому что они приходят к нам из школы, где на стенде, ну, сейчас уже, наверное, не на стенде, опять же, где-то в интернете, на сайте школы, висит расписание, предметы, большей частью, обязательные, но там есть один-два каких-нибудь факультатива. Университет работает по иной системе, тем более, по иной системе работает колледж Либерл-Артс. Мы предлагаем максимум возможностей, но ответственность студента заключается именно в том, чтобы выбрать то, что ему действительно понадобится. И тут, наверное, приходится говорить о том, что в первый семестр наша помощь незаменима, потому что тогда, когда ты пришел из одной, по большому счету, структуры, такой достаточно жесткой, я имею в виду, среднюю школу, в другую, более либеральную, вот этот вот переход, как правило, оказывается достаточно сложным. И, ну, тут уже наша задача, как консультантов, меня и моих коллег, чтобы студенты с этим справились. Но вот эта вот ответственность, потому что обычно, как вот, голову сносит, о, как классно, все могу выбрать, там могу пойти на коньках, кататься, сдать конькобежный спорт, как факультатив, и кредиты получить. Ну, сдашь ты этот конькобежный спорт, да, а что дальше, да, иностранный язык, как вот условие обязательное окончания вузов без иностранного на уровне B2, как известно, европейская система, это довольно высоко, да, уже, просто не получишь дипломы, да, и начинаются потом вопросы. А вот бегал на коньках, да, на первом курсе, надо было язык учить. Из-за разряда страшил, да, чтобы наш первый курс все-таки осознанно подходил к выбору предметов. Перспектива, чем мы живем, подходим к завершению. Интердисциплинарные семинары. Это проект, который мы начали в этом учебном году, такой пилотный, да, он был, на постоянной основе, он будет запущен вот с осени, 14-15 учебного года. В обратной связи, которую мы получали от студентов, они очень часто говорили о том, что на втором и третьем курсе общение между модулями минимальное, все предоставлены уже сами себе, учатся вот в этих небольших группах и нету никакого такого, как мы его назвали, клея, да, связующего звена, который бы все-таки вот как-то их где-то, но давал возможность пообщаться на темы, которые они разрабатывают в этих модулях по отдельности. И нами была введена система интердисциплинарных семинаров, междисциплинарных, может быть, по-русски будет правильнее сказать, которая предназначена для того, чтобы студенты, учащиеся по разным направлениям, все-таки раз в неделю, этим делом занимается, общались на темы, которые связаны вот с их сферами деятельности, разработок, теми предметами, которые они проходят на данный момент, тем самым обогащая друг друга. Вот. Мы достигаем этим, во-первых, то, что они опять видятся и они действительно вот хотят между собой общаться, особенно это важно в случае с иностранцами, потому что они все-таки приезжают в другую страну и им вот этот круг общения очень и очень важен. Да, Эстония, северная страна и местное население, оно все-таки такое, не сразу пойдет с тобой на контакт, поэтому общаться приходится в первую очередь со своими коллегами. И второй аспект, который мы этим достигаем, прямо из названия следует, это междисциплинарность, да, то есть встречаются специалисты разных областей, на эти семинары периодически приходят и преподаватели из разных институтов, и вот за счет этого возникает опять же такой синергетический эффект. Участие в программах мобильность преподавательского состава, вот как раз я про то, что из другого вуза может приехать преподаватель на этот семинар, провести его участие, правда в программах двойных дипломов с университетами-партнерами, часть модулей за рубежом. Я уже сказал, что есть это в планах, в данный момент мы еще просто не дожили до этого, не успели, но в принципе, как вот возможный вариант, мы это рассматриваем. И третье, это расширение числа предлагаемых направлений за счет этого, этого иметься в виду второго пункта, да, если мы будем часть модулей предлагать как полностью возможные, возможные для прохождения за рубежом, то тем самым, конечно, тот перечень, который вы видели, 5 в гуманитарном направлении и 6 в социальном, он расширится. У меня есть предложение, прежде чем мы перейдем к дискуссиям, здесь у вас возникли вопросы, досмотреть ролики, вот они очень маленькие, Таллиннский университет на самом деле снял самый короткий, самый, наоборот, не короткий, самый длинный, да. Мы с вами посмотрим еще ролик про Тартусский университет, он вот на 4 минутки. Уетт. Виимаетılan мутный, безо하겠습니다. Увета. Эра, мы пи ils отожаем. Мы сейчас и Conservатили, что работеlem staying в университет. Это очень интересно. Это очень интересно. Как вы знаете, семиосфея вверху? А сейчас я об этом считаю? Я считаю это самимосфяя. Это абстрактный рум, что в текущихся дыханиях, и это рум будет тереть. В общем, как организме, как-то вроде, как организм, и в общем, из-за этого, без другого мяса, для того, как наше тело. На самом деле с ним удача, Субтитры создавал DimaTorzok Mis see on? Lactobatsillus fermentum ME3 Jooge Outer space is full of life You need to know where to look for it Find that pulsing beam of light And then look slightly to the left from it Magnets are, neutron star They can guide you from afar Focus on that bright red spot But don't go too near, it's far too hot Gravitation can get messy If you get too close In a tangled web of galaxies It's hard to know what life there is To know what the universe has got in store And where to frame the droids you're looking for Magnets are, neutron star And they can guide you from afar Closed Captions by